Совсем недавно алуштинцы жаловались на проблему режимной подачи воды. Теперь вода подаётся в их дома регулярно. Ещё одним приятным событием для жителей Южнобережного города стало открытие расчётно-кассового центра в алуштинском филиале Крымского республиканского предприятия «Вода Крыма». Первые посетители успели оценить изменения. Я очень довольна, что в нашем городе всё меняется к лучшему. Если люди знают, которые здесь живут, что здесь было здание очень неприглядное, серого цвета, его даже никто не замечал. Сейчас это светлое, красивое здание. И очень удобное расположение для наших пользователей, плательщиков к заводу. Удобно подъехать, удобно подойти. Очень приветливый коллектив работает. Сегодня в алуштинском филиале предприятия «Вода Крыма» работают порядка 300 человек. Они также ощутили качественные изменения в работе. Руководитель Энвер Салиев говорит, клиент – главный фактор, на который ориентируются специалисты центра. Мы открыли своё лицо посетителю. Посетитель видит, что мы не случайная организация, которая просто пытается собрать с них деньги за оказыванные услуги, что мы создаём им условия, что они могут прийти, что здесь есть электронный справочник, здесь будет сенсорный справочник, где они сами смогут открыть и посмотреть свои данные. По словам руководства предприятия, на ремонт были потрачены собственные силы – финансовые и физические. Помощь власти тоже была важна. Фасад здания, что облагородил ещё и вид города, то есть это вызывает очень большую бурю эмоций у меня и как у жителя этого города, и как у заместителя, курирующего данного направления. Я надеюсь, что мы в дальнейшем преобразим таким образом наш город и будем доставлять качественные услуги и по оплате, и по своему содержанию. Уже в скором будущем руководство предприятия обещает сделать центры единым по оплате коммунальных услуг. На данном этапе ведутся переговоры властей города с коммунальными предприятиями. Татьяна Горюненко, Денис Тищенко. Время новостей. Алушта.